Привет любители страйкбола, с вами Spawn48, команда GDI48RG, город Липецк. Привод на обзор предоставлен магазином Союзник, город Липецк. В сегодняшнем своем выпуске я расскажу вам про привод компании PTS Magpul, ныне PTS Syndicate, который называется PDR-C, Personal Defense Rifle. C, видимо, значит компакт, потому как были анонсированы варианты с различной длиной ствола. Как всегда, немножко истории. Прототип данного привода сам является прототипом, и дальше концепт артов и масс-габаритных моделей не ушел. Разрабатывался он компанией Magpul в 2006 году. Данный вид оружия должен был занять нишу ПДВ, то бишь оружие между пистолетом и винтовкой, для вооружения спецподразделений, пилотов вертолетов, членов экипажей. Основным преимуществом над ПДВ у данного вида оружия, помимо ультракомпактности, как у последних поколений ПДВ, являлась совместимость боеприпаса с основными видами вооружения стран НАТО, то есть 5,56. Магазины данное оружие должно было кушать в Станаговске, и, следовательно, проблем с логистикой возникнуть не должно было быть. Но что-то пошло не так, и поэтому прототип так и остался прототипом. Начну по сложившейся традиции я с коробки. Коробка у нас у привода выполнена в цветах ПТС, то бишь коричневый, черный, желтый. На внешней стороне коробки у нас нарисовано содержимое, как ни странно. С обратной стороны коробки история о прототипе, какие-то там предупреждения обыкновенные, история самой компании. А также самый большой плюс, который я нашел вообще среди страйкбольных коробок, скажем так, так это, блин, вот такая простая вещь, как ручка для переноски. У не очень, скажем так, многих приводов коробка снабжена такой вот, вроде бы, на первый взгляд, ненужной, но очень полезной фичей. Внутри коробки нас ожидает инструкция пользователя с большими красивыми картинками, рекомендациями по уходу и взрыв схемы в конце. Далее, гарантийный талон PTS by Magpul. Ну, правда, не заполнен на данный момент, но зато с логотипчиком Magpul, здесь килограммка есть. Также внутри пластиковая реплика патрона 5.56 с адресом сайта и надписью Magpul. Но это просто ништячки, а основной нас ждет вот здесь, Magpul PDR-C. Вот так внешне выглядит привод по сравнению с другими образцами оружия. Ну, по сравнению с пистолетом, естественно, будет больше. А вот по сравнению с укороченной версией М4, разница весьма ощутима при одинаковой длине ствола. Вот оно, очередное преимущество, может быть, буллпапа. По толщине привод также не сильно далеко ушел от ГЛОКа, может быть, 3-4 мм максимум. Привод, как и оригинал, изготовлен полностью из пластика. В приводе интегрирована передняя угловая рукоять, как и пистолетная рукоять. Они покрыты таким вот шероховатым пластиком для удобства удержания. В данном приводе у нас рабочие двусторонние рукояти затвора. То есть они движутся, максимум штатник можно добиться. Также действующая кнопка смены направления экстракции гильз, как и у боевого прототипа. Кнопка извлечения магазина достаточно большая, удобная. Также двухсторонняя. Магазин в приводе держится крепко, то есть его при нажатой кнопке надо вытряхивать. Вытряхивать, сам он не выпадет. В комплекте с приводом не идет никаких прицельных приспособлений. Есть только одна длинная рельса для установки прицелов, которые вам, в общем-то, необходимы. У привода кастомный пламя-гаситель. Но если он вас по каким-либо причинам не устраивает, или вы хотите подлиннее стволик, все это прекрасно скручивается. Устанавливается другой пламя-гаситель. Допустим, вот от моей КЖВ прекрасно пламя-гас подходит. Все вкручивается. Также для удлинения стволика можно накрутить сюда глушитель, но глушитель подойдет не каждый, потому как вот здесь внутри есть такие вот пластиковые ограничители по диаметру. Поэтому надо подбирать глушитель индивидуально. На прикладе у нас имеется крепление для одноточечного ремня, но далеко не каждый карабин может за него зацепиться. Допустим, макпуловский МС-2 сюда входит легко. Но если взять что-то другое, думаю, достаточно проблематично будет зацепиться, и надо будет подтачивать вот эту вот планку пластиковую. Но думаю, это несущественная проблема. Сам приклад у нас непосредственно выполнен из резины с логотипами ПТС и макпул. Как многие могли заметить, данный привод весьма сильно похож на П-90, но они разительно отличаются. Начнем с того, что владельцы П-90, да и большинство приводов, наверное, захотят вставить аккумулятор в приклад, что как бы естественно для многих. И, открыв крышку приклада, мы здесь увидим мотор. Да, мотор у нас располагается в прикладе здесь. В этом самая интересная часть. Батарейный же отсек у нас располагается в рукояти. Вот так он открывается. Видим здесь проводку с мини-разъемом. Из-за весьма сильного ограничения размера рукояти, аккумулятор подойдет далеко не всякий. И, опять же, нужно тоже подбирать индивидуально. Еще одной причиной, по которой стоит правильно выбирать аккумулятор, так это то, что органы управления сброса магазина, представлены, как я уже говорил выше, двумя кнопками сброса магазина, которые алюминиевыми, сейчас видно на видео, алюминиевыми трубками, связанные непосредственно с защелкой в магазиноприемники. Единственное здесь железная часть, это, в общем-то, сами трубки. Поэтому, надавив на аккумулятор, при попытке впихнуть его в рукоять, можно что-нибудь там себе погнуть, из-за чего магазин сбрасывается корректно у вас перестанет. Как вы могли заметить, на приводе нигде нету кнопки переключения огня, либо какого предохранителя. Предохранители переключения огня здесь представлены смесью предохранителя семейства пистолетов ГЛОК и режимом переключения огня семейства оружия ШТЕРАУГ. Что же это из себя представляет в итоге? Не нажав полностью на спуск, мы не можем произвести выстрел. Это у нас от ГЛОКа. Чтобы произвести одиночный выстрел, нужно просто неглубоко нажать на спуск. Чтобы произвести выстрел очередью, в автоматическом режиме, спуск надо утопить глубже. Причем процесс этот требует приложения усилий и случайно очередью вы не выстрелите. Вот такая вот интересная фича. Далее опять же вернусь к кнопке переключения экстракции гильзы. Как мы привыкли во многих приводах, переключение, точнее регулировка хоп-ап у нас происходит в окне экстракции гильзы. Но так как здесь она в общем-то закрыта, имеет исключительно декоративную роль, где же интересно прячется наш хоп-ап в этом приводе. А он прячется опять же в прикладе. Вот здесь в конце прицельной планки есть кнопка, ее отжимаем и снимаем подщечник на прикладе. И получаем доступ к хоп-апу, причем на мой взгляд один из самых удобных хоп-апов, потому что палец даже мой здоровый, сюда прекрасно влазит, и можно производить регулировочки. Все удобно и доступно. Также в приводе достаточно удобно происходит неполная разборка. Для неполной разборки привода необходимо выкрутить вот эти два пина, причем они на шестигранниках двухсторонние. У меня второго шестигранника нет, поэтому буду придерживать пальцем. Рекомендую откручивать с левой стороны привода, потому что здесь пин держится просто на фиксирующем таком болтике, коротком достаточно, вот таком вот. Раз выкрутили, выкрутили до вас. Опа, где-то на шестигранниках. И просто, просто я сказал, выдавливаем пины. Так как привод новый, то держится все достаточно крепко, поэтому мы с плоскогурцами. раз и два. Выкрутив пины, мы просто поднимаем крышку привода, оп, и получаем доступ к гирбоксу, узлу хоп-ап, и видим здесь металлический внешний ствол, УСМ, вот там у нас прячется блок, и собственно механизм сброса магазина. Интересной деталью в данном гирбоксе является то, что пружина здесь быстросъемная, то есть выкручиваем плоской отверткой блокиратор, под ним направляющая, шестигранником также выдавливается, и вынимаем пружину, вставляем новую. На приводе все маркировки выдавлены в пластике, ощутимо чувствуется, что они глубокие, маркировки правильные, но надеюсь относительно прототипа, который сам является прототипом, это вообще применимо. На металлической пластинейном прикладе выдавлен уникальный серийный номер, и также надпись, что только для тренировки. Что же хочется сказать в итоге? Привод действительно стоит своих денег и рекомендуется к покупке. Он очень крепко сбит, не люфтит, потому что люфтить тут в принципе нечему. Компактный, всеядный, магазины подходят, любые Tokyo Marui совместимы. GP-шные магазины, либо сами подпиливают, либо растачивают камеру магазина-приемника, потому как не подают, ибо чуть размер побольше, чем ПТС-овские. Рукоять, эргономика, все очень классное, на самом деле. Приятный пластик, прочный. Отверстие для регулировки хопапа, это просто вообще, на мой взгляд, шикарная вещь. Функция быстрой замены пружин, это тоже, на мой взгляд, серьезный плюс. Запчасти для этого гибридного гирбокса подходят стандартные, в большинстве своем, поэтому с ремонтом тоже проблем возникнуть не должно. Из минусов, я, в общем-то, хочу отметить, это отсутствие каких-либо прицельных приспособлений в базе, что влечет за собой дополнительные траты, хоть и минимальные, и очень маленькую пистолетную рукоять, в которую у нас запихивается аккумулятор. Подобрать аккумулятор это тоже целые эпопеи становится, да и просто манипулировать рукоятью, которая, допустим, в моих больших руках, но она маленькая, то есть у меня вот мизинец не помещается. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться, рассказывать друзьям, оценивать ролик, заходить в мою группу ВКонтакте. Всем счастливо, а так как за окном хорошая погода и практически весна, пойду-ка я испытаю его в деле.